С той роковой ночи прошло уже 18 лет, но боль утраты до сих пор не утихает в сердцах тех, кто потерял тогда сына, отца или брата. Газетные вырезки, документы, фотографии и биографии погибших, которые передали родственники. На выставке знакомят с подвигом больше 75 сотрудников правоохранительных органов. Среди них 29 это сотрудники МВД, двое из них сотрудники МВД Чеченской Республики, пятеро сотрудники прокуратуры, 7 пограничников и 10 сотрудников ФСБ. Костоев Абубакар был министром МВД, который погиб в эту ночь. Он посмертно награжден званием Героя Российской Федерации. Также в ту ночь пострадали и сотрудники прокуратуры. Среди них и Гитаказов Тимур, Адам Рапиев, Бузуртанов Мохорбек и многие другие. Десятки фотографий безмолвно рассказывают о тех, кто пал в ту ночь от рук злодеев. Кто-то еще совсем молодой и даже не успел обзавестись своей семьей, а кто-то смотрит уже взрослым и мудрым взглядом. Многие из них не были знакомы друг с другом, но все они делали одно общее дело. В результате нападения погибло около 100 человек, в том числе и простые жители. 113 человек получили ранения, а больше 500 детей тогда остались без отцов. Нападение в ту ночь было совершено на Суркортовском, Кантышевском перекрестке, на отделении милиции в Назране, в Карабулаке, на многих блокпостах. И хотелось бы выделить одну девушку, это Дали Хамхоева, которая оказала сопротивление. Она была в милиции, в отделе внутренних дел по городу Назране. Она оказала достойное сопротивление, отбивалась, отстреливалась и смогла пережить эту ночь. Подобных историй на этой выставке десятки, прочитав которые, мурашки бегут по коже. Фотодокументальная выставка «Вспомним их поименно» ежегодно проводится в музее краеведения, чтобы подрастающее поколение, да и туристы знали и помнили о героях. Эсма Апсна приехала из Абхазии, чтобы познакомиться с Ингушетией. Она журналистка, поэтому ей интересна история республики. Мы решили посетить республику Ингушетия. Нам было очень интересно посмотреть, как живут наши братья Северного Кавказа. И мы нашли очень много общего. Такое ощущение, что дом мы не покидали. И вот сегодня нам показывают, проводят экскурсию, и мы попали в этот музей. К сожалению, сегодня ознакомились, что у вас были тоже трагические моменты. Совсем недавно мы соболезнуем. Всегда это печально, когда умирают хорошие люди. Чем больше времени проходит, тем крепче память. Эта дата навсегда отпечаталась в сердцах жителей Ингушетии. Сотни имен и героев, которые стали символом мужества. Хавгазикова, Мухаммад Дизигов, Новости 24.